Добрый день всем! Вернее, доброе утро! Вот такую картину наблюдаю каждый божий день из моего окна. Сейчас буду пить кофе, снимать вам видео по кусочку, может быть, даже несколько дней. Оставайтесь со мной! Субтитры подогнал «Симон» Это неаполитанские сфойотели. Такие слоенки с кремом. Сейчас купили, чтобы перекусить на берегу моря. У нас как бы маленький пикничок здесь будет. Погода тепленькая. Почему бы и не перекусить, и не посидеть чуть подольше, правильно? Альфреда побежал, побежал выбирать место. Там, где есть скамеечки и столики. Заказали вот такую огромную пиццу, маргариту. Половину съедим, половину домой заберем. Мы в баре сейчас. И для нас ее специально испекли. Именно для нас. Вот она такая тонюсенькая, тонюсенькая. Вон Голи. Здесь разные моллюски, уже очищенные, замороженные, чтобы готовить разные соусы, блюда с ними. Вот даже на палочках. Вот это спидини, видимо. А, да, спидини депеши. Берешь, ставишь под грилю. Через пять минут готово. А вот это для соусов, уже смешано с морковкой. Цукини. Здесь, вот видите, миди и креветки. Даже крабовые палочки добавляют для вкуса. Здесь разные замороженные виды овощей. Для министрони, для ризотто. В общем, для всего, чего хотите. Но в основном для министрони. Видите, пишет. Пишут министрони, министрони. Пассато. Пассато ди вердури. Это пюре из овощей. Овощное. Вот из тыквы уже крем. Крем-суп. А, порзу. Мы искали баклажаны гриль, которые уже готовы, потому что хотим готовить пасту о форне. В общем, такое блюдо, знаете, макароны запеченные в духовке. Наподобие лазани, но только там вместо листов лазани идут макароны. И там есть прослойка из баклажанов. Здесь грибное ассорти. Вот, мистофунги. Замороженные грибы. Очень удобно. Они уже очищенные. Берешь их, кидаешь на сковородку, поджариваешь. Немножко сливок или помидорчиков. И все, готово. И все, готово. Принги. Ирана, ябямо, анкора, оказывается. Брокколи замороженные. Шпинат. А, это беты. Это мангольд. Вот шпинат. Кубики. И даже листья целые. Вознавал кубики. Да, кубики из листьев. Разные замороженные пиццы. Вот, какие хотите. С чем хотите. С грибами, с прошутто, цукини, с салями. Вот, грибы. В общем, разные. Бывают неплохие пиццы. Супли. Вот это супли. Я всегда с Альфредой смеюсь. На нашем языке это не очень-то название. Супли. Но это, знаете что? Это рисовые крокеты. С помидорами и моцарелой. Так называется. Супли. Вот здесь тоже разные морепродукты. Уже готовые для того, чтобы из них что-то готовить. Вот, не надо их чистить. Вот, сугу алибонгули. Вот тоже мидии, лангусины, креветки с кожей, без кожи. Вот такие кальмары без кожи здесь не очень-то любят. Ну, а, вот это каракатицы. Вот это кальмары, а это рядом каракатицы маленькие. Креветки разные тоже. Кольца кальмаров уже готовые. Мерлуцу это... Забыла, что это. Это или хет, или треска. Что-то такое. Бронзино, сальмоны, это лосось. В общем, вот так. Виноград, гранаты, виноград, хурма, опять виноград, каштаны и кактусы. И дыня. Разные виды яблок. Это миндаль. Вот это айва. Мелакутони. Мелакутони. Вот эти груши называются наши. Разные, разные виды груш. Вот эти груши аббаты. Очень вкусные. Здесь разные салаты, которые уже готовы к употреблению. Они мытые, нарватые, нарезанные. Открывай и ешь. Здесь разные орешки, семечки. Разные, разные. Все, что хочешь. Купили оливковое масло на зиму. Вот оно. Свежевыжатое, зелененькое, ароматное, очень-очень вкусное. Вот 20 литров взяли, нам его хватает на год. Вот такой у нас ящик, вот такая тележечка. Видите? И так, чтобы не таскать на себе. Она облегчает нам труд. Это масло очень вкусное. Мы берем у одной женщины, которая именно оставляет для нас иногда. И тоже не каждый год. Иногда у нее нету, но в этом году было. Вот она нам оставила. Вкусное, ароматное у нее всегда. Никогда не горчит. Просто прелесть. И вот такое маслице, свеженькое, ароматное. Сейчас у нас тут будет дегустация. Здесь у нас маринованные анчоусы, здесь оливки, и здесь хлебушек домашний, крестьянский. У нас продают от маленьких фирм. И вот так поливаешь хлебушек маслицем, сверху немножко анчоусов, сверху еще оливочки. Ой, какая это вкуснятина. Ням-ням-ням. Это просто прелесть. Такого вкусного масла, как я здесь попробовала в Италии, я еще никогда в жизни не пробовала, и даже не знала, что такое масло вкусное существует. Мне оно всегда казалось каким-то горьким и не очень-то вкусным. А здесь просто прелесть. Все-таки домашний отличается сильно от магазинного. Намного. Ну, еще зависит, конечно, насколько оно свежее, из каких оливок оно сделано, недозрелых, или хорошенько вызревших, тоже имеет значение. И вот сверху аличи здесь называется, в общем, маринованные анчоусы. Это такая вкуснятина. Музыка. 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»